Всем привет! В сегодняшнем видео поговорим об уровне растворенного кислорода в водоемах. Также поговорим, сколько нужно растворенного кислорода каждому из видов рыб. Также поговорим о методах замера уровня кислорода. То есть есть химические при помощи различных реагентов и индикаторов. Также есть вот такие вот альванические измерители уровня растворенного кислорода. В данный момент у меня в руке прибор АЗ-86021. Начнем с него. Также вы видите за моей спиной аэрация работающая, которая помогает насыщать водоем кислородом. Но все же нужно проверить, а сколько же в нашем пруду миллиграмм на литр кислорода. Для этого мы снимаем колпачок. Кстати, по комплектации инструкция, вот такая сумочка. Есть вот такой защитный кожух, чтобы не повредить мембрану, которая расположена здесь внутри. Также в комплекте есть еще две запасные мембраны и вот столько электролита для технического обслуживания. Данный прибор питается батарейками-мизинчиками, четыре штучки мизинчиковых батареек. Здесь они закручиваются на шрупы, поэтому корпус полностью водонепроницаемый, но проверять не будем. Так, из этого все. Сюда, в этот прибор, можно прикручивать различные зонды. То есть, можно прикручивать зонд для измерения pH, также для измерения, наверное, солености, конд, и для измерения кислорода. То есть, остальные нам не нужны, так как у меня есть уже отдельно pH-метр. Нам нужно замерить уровень кислорода. Что для этого нам нужно? Для этого мы включаем наш прибор. Он показывает нам уровень растворенного кислорода. Нужно, чтобы данные стабилизировались. Сейчас он показывает, наверное, в миллиграммах. Нет. Вот в миллиграммах. А вот в процентах. И нужно, чтобы данные стабилизировались. Для этого мы берем, вот как видим, уже где-то 111.8, 111.7. Данные стабилизировались. Нажимаем кнопочку Calc, Escape на 2 секундочки. И нажимаем Enter. Все. Теперь уровень растворенного кислорода, который мы замерили по воздуху, равен на 100%. Сейчас я специально взял с собой удочку. Вот она удочка. И на зонт прицепил две резинки. Для того, чтобы нам не забрасывать этот зонт, мы просто его прицепим на удочку и погрузим в воду. Погружать будем на глубину, где-то примерно 30 сантиметров. Вот так это все делаем. Надеваем резиночку, накручиваем. Накрутили и будем запускать. Получается вот такая вот рыбалочка. Накручиваем. 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 Я вам хочу сказать достойный показатель, 8,9 мг на литр, то есть до 9 мг на литр, да, вот сейчас 9, но при этом температура воды 18 градусов, сейчас у нас немножко похолодало, поэтому вот такие вот результаты. Вот такой вот результат. Итак, обустраиваемся здесь на берегу возле декоративного аэста. Вот наш оксиметр АЗ-86021 из Алиэкспресс для измерения растворенного в воде кислорода. Включаем прибор вот этой кнопкой, и мы видим на экране измерение в миллиграммах на литр. Вот этой кнопкой переключаем проценты. В прошлый раз калибровал оксиметр, погрешность после последней калибровки примерно 5%, максимум. Ждем, пока значение стабилизируется. Видим на экране показания 96,3%, 96,2%, температура воздуха 19,1 градуса по Цельсию. Сегодня у нас прохладно, можно сказать, данные стабилизировались, поэтому зажимаем на 2 секунды вот эту кнопочку Call Escape и нажимаем на кнопку Enter. Все, теперь наши показатели равны практически 100%, то есть наш прибор откалиброван. Можем еще раз попробовать. Снова нажимаем на 2 секунды вот на эту кнопочку Call Escape и нажимаем на кнопочку Enter. Все, прибор откалиброван 99,8%. Далее присоединяем к удочке зонт при помощи вот такой резинки для денег. Накручиваем пару колец из резинки, так, чтобы осталось 30 см для погружения зонта, для измерения растворенного в воде кислорода и забрасываем удочку. Переключаем на миллиграммы на литр. Как видите, зонт погрузили в воду и смотрим на показатели на дисплее цифрового оксиметра AZ86-021. Показатель 12 миллиграмм на литр. 10,5 миллиграмм на литр. Температура воды 18,9 градусов по Цельсию. Вот мы видим показатель практически 11 миллиграмм на литр. Довольно-таки приличный показатель для весны, начала лета. Но, конечно, когда температура воды повысится до уровня 25-30 градусов по Цельсию, этот показатель будет значительно меньшим, так как кислород очень плохо растворяется в теплой воде и очень быстро испаряется из теплых водоемов. Также можно переключить оксиметр AZ86-021 в процентное значение. Ого! Практически 131% кислорода больше, чем в воздухе. Вот снова в процентах соотношение равно 116%, а вот в миллиграммах на литр показатель равен 10,8. Также сегодня воспользуемся химическим тестом с индикатором от компании Tetra. Тест называется Т-102. Вот он такой уже старенький, немного затяганный, но все же рабочий. Здесь у нас в комплекте пробирка на 15 миллилитров с крышечкой, индикаторная шкала и три реагента. Они здесь должны быть пронумерованы. Так, смотрим. Третий, второй и первый. Есть. Для начала берем пробирку, промываем в воде, подлежащей тестированию. Также промываем крышечку. Промыли и набираем 15 миллилитров воды из водоема. Затем пробирку капаем 5 капель реагента номер 1. 1, 2, 3, 4, 5. Есть. Метод немного неудобный, поскольку нужно нагибаться, чтобы набрать воды и играться с капельками реагента. Итак, берем реагент номер 2. Вот он. И капаем тоже 5 капель. 1, 2, 3, 4, 5. После этого сразу закрываем пробирку крышечкой. Один раз переворачиваем. Открываем и ждем 30 секунд. Есть. Теперь берем реагент номер 3. И также капаем 5 капель. Один. Два, три, четыре, пять. Есть. Накрываем крышечкой, переворачиваем два раза. Ждем 30 секунд. И проверяем цвет воды в пробирке в соответствии со шкалой. Вот можем увидеть результат, но так на глаз сказать однозначно сложно. Ближе к 8-11 миллиграммам на литр. Поэтому этот метод, можно сказать, не очень точный. Вот сами посмотрите и напишите в комментариях, сколько вы здесь видите миллиграмм на литр растворенного в воде кислорода. Но все же этот способ имеет право на существование. То есть, если бы раствор был вот такого оттенка, то это бы означало, что необходимо волноваться за водных обитателей в пруду. Итак, теперь переходим к заключающей части нашего видео и поговорим о том, сколько необходимо минимального кислорода для каждого из видов рыб. Возглавляет наш топ Вьюн. Ему необходимо минимум от 0,8 до 1,5 миллиграмм на литр. Также в случае необходимости он может перейти на воздушное дыхание. Второе место занимает серебряный карась. Ему необходимо минимум 1-2 миллиграмма на литр. Третье почетное место занимает его старший брат Золотой Карась. Ему необходимо для нормального существования минимум от 1,5 до 2,5 миллиграмм на литр. На четвертом месте у нас расположился линь с минимальными требованиями по кислороду от 2 до 3 миллиграмм на литр. Пятое место занимает одна из самых нежелательных рыб в наших водоемах. Это ротан. Ему необходимо от 2 до 3,5 миллиграмм на литр. На шестом месте не совсем рыба, потому что это речной рак. С минимальными требованиями по кислороду от 2,5 до 4 миллиграмм на литр. На седьмом месте в нашем топе расположился черный амур. Ему необходимо для нормального существования минимум от 3 до 4,5 миллиграмм на литр. На восьмом месте сразу за черным амуром идет белый амур, а также белые пёсрые толстолобики. С минимальными требованиями по кислороду от 3 до 5 миллиграмм на литр. На девятом месте расположился угорь. Ему необходимо для нормального существования минимум от 3,6 до 5 миллиграмм на литр. На десятом месте расположились карповые и не только. Карп, сазан, карп кои, лещ, платва, красноперка, жерех, чихонь, сенец, белоглазка, тарань, ясь, галавль, подуст, пискарь, елец, горчак, верховка, уклейка, быстрянка, чебачок амурский, он же синька, вырезуб, шип, гальян, окунь речной, ёрш, солнечный окунь, бычок, щука, змей голов и канальный сомик. Им необходимо для нормального существования минимум от 4 до 6 миллиграмм на литр. Поэтому, наверное, и принято, что уровень растворенного в воде кислорода должен быть не менее 6 миллиграмм на литр. На одиннадцатом месте расположились три хищника – судак, сом европейский и бас, он же окунь большеротый. Их минимальные требования по кислороду составляют от 4,5 до 6,5 миллиграмм на литр. На двенадцатом месте осетровые – стерлядь, русский осетр, бестер, белуга, калуга и вислонос с высокими минимальными требованиями по кислороду от 5 до 7 миллиграмм на литр. На тринадцатом месте осетровые гибриды – ленка и рело с минимальными требованиями по кислороду от 5,5 до 7,5 миллиграмм на литр. Ну и в конце нашего топа – рекордсмен Форель, который необходим минимум от 6 до 8 миллиграмм на литр. А на этом все. Подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Ставим лайки. Если есть вопросы, пишем в комментариях. До скорых встреч на канале!